Сегодня в Верховном суде рассматривалась частная жалоба о пересмотре решения Приволжского суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Год назад там было вынесено решение о выселении семьи Моросинских с Назарбаева 35 в предоставленное исполкомом жилье на привокзальной 50, поскольку проживать в старом доме небезопасно. После того, как этот дом был признан аварийным, жителей четырехэтажки в спешном порядке расселили в новые квартиры. Кого-то в Салават-Купыре, кто-то переехал на Гуфури. Семья Моросинских оказалась единственной, кому предложили квадратные метры в Юдина. В начале этого года выяснилось, что ребенку Алены Моросинской присвоили группа инвалидности. Мальчик с сентября начнет посещать реабилитационный детский сад в Советском районе. Ездить из Юдина будет проблематично, особенно без личного транспорта, сетует мама ребенка. У меня тоже есть своя определенная программа, по которой я должна работать с ребенком, дабы наоборот улучшить ребенку состояние, нежели его ухудшить. Я не могу ребенка сейчас увезти на привокзальную, где рядом проходит железная дорога и тут же находится кладбище. И также у дома, который нам предложили, имеется очень много трещин. То есть данный дом не пригоден для жилья. И вот нас, к сожалению, никто об этом не встречает. Попытки отменить решение Приложского суда в Верховном не увенчались успехом. Алена Моросинская пыталась добиться пересмотра дела заново, однако вердикт был категоричным. Я 7 августа ездила в Москву, присутствовала в Следственном комитете, в прокуратуре Российской Федерации. По правам полномочия, жалобы о нарушении прав ребенка-инвалида и не дачу возможности ему получения реабилитации. Потому что садик находится в Советском районе, ему необходима реабилитация. Если мы согласимся на решение Приложского районного суда, нам необходимо будет уехать в Юдино, и у нас не будет возможности получать эту реабилитацию. Несмотря на проигранное дело, Моросинские намерены снова участвовать в судебных тяжбах. Сейчас они с юристами готовят к астационную жалобу.